Сегодня поступила информация, Ростислав, что делегация Минобороны России прибудет в Ереван для обсуждения сроков вывода миротворцев из Нагорного Карабаха. Теперь вопрос. Этот вопрос надо с Ереваном обсуждать? При чем тут Ереван? Ну, в таком случае Ереван мог отказаться от принятия делегации Минобороны России. Я не знаю тонкостей соглашения, потому что оно не было опубликовано, но, как правило, это азбука международных отношений, две стороны дают согласие на присутствие миротворцев. Если хоть одна сторона не согласна, всегда, если миротворцы куда-то приходят в зону конфликта, две стороны дают согласие на присутствие миротворцев. В России сейчас нету армян больше. Там 10 или 15 человек осталось. То есть должно было быть, опять-таки, согласие Азербайджана, согласие Армении, потому что вопрос решался на входе трехсторонних переговоров, насколько я помню. И входит трехсторонних переговоров между руководством России и Армении и Азербайджана. Нагорный Карабах не признавался ни Армении, ни России, соответственно, на переговорах присутствовать не мог. И не мог представлять отдельную сторону переговоров. Соответственно, вывод миротворства должен быть согласован с Азербайджаном, должен быть согласован с Арменией. Я думаю, что это чисто техническая практика, поскольку раз больше нет наговорного Карабаха, то нет и мандата миротворства, то еще они должны там больше заниматься. В самом деле, при чем тут Ереван? Нет, во-первых, одно уточнение. То согласие, которое принятием совместного трехстороннего заявления дали Баку, Ереван и Москва, предполагалось, что его достаточно до ноября 2025 года. И дополнительное согласие о продлении миссии должно было быть за 6 месяцев до истечения пятилетнего срока. Но понятно, что нынешняя ситуация диктует необходимость какого-то пересмотра, хотя и срок пятилетний не истек, какого-то пересмотра присутствия российских миротворцев. Почему с Ереваном пытается согласовать этот вопрос Минобороны России, а по последним данным не услышал подтверждения Минобороны Армении, что такие переговоры идут? Пока что эти заявления прозвучали только из Москвы. Не знаю, наверное, может у вас более свежие сведения. Ереван пока не подтвердил, что об этом идет какой-то диалог. Но даже если этот диалог идет, я не знаю, по каким мотивам армянская сторона о нем ничего не говорит, он вполне естественен. Российские миротворцы зашли на территорию Нагорного Карабаха через Армению, значит они и выходить должны через территорию Армении. И это требует решения очень серьезных технических, логистических вопросов. Второй вопрос, который также, он теоретически может быть всего лишь озвучен, поскольку мы не знаем подробностей. И здесь, в отличие от ситуации с арабахскими президентами, на самом деле нет ясности. Я всего лишь отмечу, что нахождение Аркадия Укасяна, Бакоса Акяна и Давида Ишханяна в расположении российских миротворцев однозначно освещается как азербайджанскими, так и армянскими средствами массовой информации. Я не знаю, почему к ним не присоединились в этом плане российские журналисты. Так вот, второй вопрос, а куда, собственно, передислоцируются российские миротворцы? И если мы вспомним заявление последних двух месяцев или предложение последних двух месяцев относительно того, что военные, российские, а также представляющие ОДКБ могут стать на границе между Арменией и Азербайджаном. Это предложение Армения получила, но ответа на него конкретного не дала. Не только в Зангизур, по всей протяженности армяно-азербайджанской границы. Я не знаю, в силе ли это предложение, но оно официально... В эти дни очень активно обсуждается как раз этот вопрос, что миротворцы переберутся в Сюникский район, да? Ну, неважно. Где Россия хочет открыть консульство еще? Во всяком случае, это вопрос, который тоже может обсуждаться чисто теоретически. Опять же, я говорю, насчет этого у меня конкретных сведений нет, поэтому вполне логично, если разговоры об этом между Москвой и Ереваном идут. Росеслав? Ну, что, по-моему, мы практически, в данном случае, позиция практически совпала. То есть, мы разными словами стали одной и той. Да, по поводу Сюника, Зангизура, да? Вы тоже? По поводу российских миротворцев. То, что в данном случае... В Армении очень многие говорят, что, вероятно, Россия захочет разместить своих миротворцев в Сюнике, в Розенгизуре. Вероятно, захочет, я не знаю, потому что такие заявления не делались. Может быть, и захочет, может быть, предложит Армении Россию разместить миротворцев, или даже, скорее, миротворцев в ДКБ, потому что я считаю... Ну, это мое личное мнение, да, не российское, а мое персональное мнение, что Россия... И, вероятно, откроется консульство российское в Сюнике. Учитывая состояние российско-армянских отношений на данном этапе, я лично считаю, что России крайне невыгодно держать своих миротворцев, в том числе на границе Армении и Азербайджана. А выгоднее было бы разместить там действительно миротворцев в ДКБ. Пусть даже из них 90% будут российскими, но чтобы это были не российские миротворцы, а миротворцы именно в ДКБ. Как это будет развиваться в данном случае, я не знаю. Будет законское предложение, было законское предложение, будут по этому поводу вести переговоры или не будут по этому поводу вести переговоры, какая будет позиция армянской стороны в данной ситуации. Это, так сказать, покажет время. Покажет время, мы об этом узнаем. С точки зрения возможности остановки конфликта, насколько, опять-таки, у меня подсказывает память, ни разу ни одни миротворцы, ни на Синайском полуострове, ни в Югославии, значит, не смогли остановить сторону, которая решила начать конфликт. В том числе, значит, есть опыт гибели, я уже не помню, взвода, по-моему, голландских миротворцев, если не ошибаюсь, на этом самом, на Синайском полуострове, когда Египет начал боевые действия. Есть опыт ухода тех же, по-моему, голландских миротворцев, или канадских, из Сребреницы, когда они открыли дорогу с сербским войскам, ванклахтам и так далее. То есть, в данном случае миротворцы присутствуют ровно до тех пор и способны выполнять свою миссию ровно до тех пор, пока есть добрая воля обеих стран. Они фактически фиксируют, то есть не дают войскам противоборочных сторон непосредственно соприкасаться для того, чтобы уменьшить возможность и вероятность совершения разного рода провокаций, но предотвратить войну миротворцы не могут. Поэтому, даже если такое решение будет принято, и даже если такое решение будет армянской стороной согласовано, то надо понимать, что нельзя требовать от миротворцев того, что вообще не входит в принципе в их функции. И нельзя возлагать на это слишком большие надежды. Миротворцы — это не союзная армия, которая защищает чью-то территорию. Миротворцы — это войска, которые не дают соприкасаться войскам, противоборствующих сторон. Вот придет ОДКБ. Ну, я считаю логичным, да, что скорее Россия предпочтет, чтобы российские войска стояли под флагом ОДКБ. Но мы не видим пока позиции по этому вопросу со стороны Еревана. Да, Ереван никак не откликнулся на это предложение. И здесь я считаю, заинтересованность России, она очевидна. И для меня причины этой заинтересованности тоже очевидны. Если российские военные выстраиваются на всем протяжении армяно-азербайджанской границы, я не думаю, что если это произойдет, это будет только Сюник. Мы уже сейчас знаем, что российские военные подразделения есть в Таушской области, на границе с Азербайджаном. Я не исключаю, что они могут появиться в районе Варт-Эниса, в Сотке в частности. И если это станет фактом, и Ереван даст на это согласие, это будет означать одну очень важную вещь во всем процессе армяно-азербайджанского урегулирования. Что и процесс делимитации и демаркации границ будет происходить под определенным покровительством России. И это, безусловно, очень важная функция, которая повышает вес и роль России в этом регионе. Поэтому Россия будет всячески этого добиваться. И, скажем так... И стороны не могут не согласиться с этим. Почему? Они могут не согласиться, в конце концов. В частности, поскольку российские войска будут располагаться на границе, на территории республики Армения, требуется согласие армянской стороны. И Азербайджан, я думаю, не будет сильно возражать. Поскольку, как мы видим, посредничество России в достаточной степени выгодно сегодня Азербайджану. И это, безусловно, даст преимущество Москве в ее конкуренции за роль главного посредника как с Европейским Союзом, так и с Соединенными Штатами Америки. Поскольку мы также помним, что были предложения со стороны Европейского Союза помочь экспертизой, помочь опытом своим предыдущим в процессах делимитации, демаркации границ. На этот счет тоже не было конкретного решения. Но сейчас, в принципе, по этому вопросу идет серьезная конкуренция между западными площадками и российской. Российской.